Итак, уважаемые друзья, очередное видео для вас. Это весьма интересные три темы я подготовил. Они также весьма интересны в развитии вашего пчелиного хозяйства и содержания ваших семей. Чтобы у вас был всегда успех и радостное настроение. Первая информация такого порядка. Я прочитаю. Это парное содержание сильных семей. Это весьма интересно. Сильные семьи, они и сами могут жить. Ну вот, что описывает тут один пчеловод. Фамилия Великана. Проживал он в Тамбовской области. В колхозе имени Первого мая. Из Бердеевского района. Итак, друзья. Это было написано в журнале 1957 года номер 6. Весна и лето 1955 года отличались крайне неблагоприятными условиями для медосбора. Частые дожди смелялись холодными ветрами. Развитие пчельных семей сильно задерживалось. Сокращенное количество летных дней и часов в связи с неблагоприятными погодными условиями сопровождалось лишним расходованием пчелами корма. Запасы таяли, создалась угроза голода. То есть, сильно холодные условия, пчелы очень редко вылетали, все, кушали свои запасы. И в такой ситуации создается проблема. Я решил посадить в каждый уль и лежак по две семьи, разделив их не глухой перегородкой, а проволочной сеткой. Всего обе семьи занимали 16 улочек. Ну, по 8 улочек семья. Рамки в каждой семье с расплодом я поставил со стороны сетки. Междурамочное пространство сократил до 9 мм. А свободное пространство в ульях отгородил вставными досками и хорошо утеплил гнезда с боков и сверху. Обратите внимание, что произвел этот человек. Утепление в первую очередь и создал условия для нормального развития в холодную погоду. Это весной самое первое. Берите во внимание. Если ваша семья не утепленная, имеет мало рамок, для нее очень трудно развиваться. Она потребляет очень много корма и очень медленно развивается. Каждая семья имела отдельный литок. Ну, по-видимому, это был вот так лежак. С этой стороны литок был и с этой стороны литок. А здесь стояла, как говорится, перегородка из сетки. Не из фанеры, а из сетки. То есть тепло проходило с одной семьи в другую. На следующий день, осматривая спаренную семью, я был крайне удивлен и обрадован. Пчелы этих семей собрались в середине уля у разделяющих сетки. И представляя при этом как бы одну объединенную семью. То есть пчела одной семьи и пчела другой семьи, они любят использовать тепло обоих семей. Эти грели и эти грели. И в них создалась очень усиленная, так сказать, хорошая тепловая температура. Обстановка, так сказать. Обе матки спокойно откладывали яйца на рамках с той и с другой стороны сетки, не проявляя никакой вражды. Пчелы энергично вылетали из уля, как бывает во время хорошего медосбора. Через пять дней я вновь осмотрел спаренные семьи. Результаты и на этот раз превзошли мои ожидания. В гнезде каждой спаренной семьи появилось по 8-10 килограмм свежего меда. Семья бурно развивалась. Спустя три недели со дня спаривания семей запасы корма возросли до 35 килограмм. Расплодом было занято по 9 рамок. Семьи, оставшиеся не спаренными, имели в это время только 7-8 килограмм. Обратите внимание, и 4-5 рамок расплода. 9 рамок расплода и 4-5, это в 2 раза меньше расплода. Семья медленно развивается, создается сложное условие. Принос меда в этом случае, как говорится, в несколько раз меньше. И развитие меньше. То есть, смотрите, что он напишет здесь. 8-10 килограмм. А те семья, которые были по отдельности, 7-8 килограмм. Ну, на 2 килограмма меда больше. Но учесть нужно, что и рамок с расплодом было в 2 раза больше. То есть, они принесли меда во много раз больше, потому что они погнали еще на 4 рамки расплода мед. Это приблизительно 4 рамки еще меда, как говорится. Это хороший принос. Чтобы не напустить в спаренных семьях риене, я задал до начала главного взятка, отобрал от каждой из них по 5-6 рамок преимущественно печатного расплода. И сделал отводки. Отводки ставил рядом со спаренными семьями. Вместо отобранных рамок, по мере надобности, подставлял рамки с искусственной вощиной. В дальнейшем рамки с засевом и молодым расплодом я брал у отводков и переставлял в гнезда спаренных семей, помещая их по обе стороны сетки, а рамки с печатным расплодом и медом из спаренных семей переносил в отводки. Эти операции повторял несколько раз. Что это давало, друзья? Обратите внимание. Запечатанный расплод не требует особой работы, как открытый и засел. Открытый и засел, нужно уход много пчелы. Все пчелы, которые очень много в основных семьях, они загружены постоянной работой. Им некогда думать о раении. А отводки никогда не идут на раение, потому что там много молодой пчелы и там молодая матка, и они развиваются. У них процесс развития идет. У них не пришла так кондиция, то есть норма, когда нужно идти на раение. Спариванием двух сильных семей, то есть соединение их через разделительную сеточку, чтобы они не перелазили друг к другу. И перемещением рамок мне удалось к началу главного взятка создать семьи максимальной силы. С ярко выраженным рабочим состоянием до главного взятка получить по 18 кг товарного меда на спаренную семью. Я считаю, что это неплохо, если взять 18 кг на каждую спаренную семью. Это очень хорошо взять до главного взятка, это значит майский мед. К началу главного медосбора каждая спаренная семья и отводок занимали 24 рамки, имея при этом 18-20 рамок печатного расплода. Весьма хорошо к главному взятку иметь столько рамок, семья будет активно работать. Убедившись большой эффективностью этого способа, я решил применять его на всех семьях пасеки. Из двухлетнего опыта спаренного содержания пчельных семей в ульях-лежаках я сделал следующие выводы. Благодаря взаимному обогреванию спаренных семей, накопление в ульях меда и расплода шло с весны значительно быстрее по сравнению с семьями той же силы, но содержащими по одной в каждом улье. Часть пчел, занятых обогреванием и воспитанием расплода, высвобождается для летной работы. В парных, равно и в объединенных семьях летные пчелы вполне используют весенние взятки. В результате продуктивность их увеличивается примерно на 30%. Да, неплохо, друзья. Итак, если у вас есть правильное мышление по этому поводу, что семья надо обогревать, и мы все это прекрасно понимаем, то это значит очень важно в вашей жизни, чтобы вам по весне утеплить, подкормить и дать возможность правильно развиваться вашим семьям. Еще интересный вариант, прочитаю вам, способ правильной отстройки сотов. Часто у пчеловодов соты пчелы строят по-разному. То там пятачок этого трудней, то там пятачок трудневых сот. И такую соту трудневую, ну, вроде бы и затратили энергию и силы пчелы. Ну, не хотят пчелы, вернее, пчеловоды почему-то, ну, держать трудневые соты. Ну, не хотят держать трудней, потому что, говорят, дармоеды съедают мед, а толку от них мало. И хотят как можно лучше и больше, чтобы у них было пчелы, но не трудней. Итак, послушаем, что тут пишет один человек. Это небольшая статейка. Южная часть Запорожской области очень неблагоприятна до пчеловодства. Весна здесь холодная, с ветра, милета засушливая. Пчелиные семьи развиваются только с мая. В третьей декаде мая начинается взяток с горчицей, фацелей, с порцетой, акацией, сурепки. Пчелы в это время проходят в райвое состояние и портят, грызут поставленную ващину. Переделывают ее на трудневые соты. Тогда я строительство сотов переношу в нуклеусы. Для этого отбираю из улья одну рамку с разновозрастным расплодом, одну рамку с кормом и располагаю их по краям. А в середину ставлю рамку с искусственной ващиной. Молодых пчел даю в нуклеус столько, сколько нужно для трех рамок. Вы поняли, какие нуклеусы делают? Одну рамку с расплодом, одну рамку с медом и с пыльцой, по-видимому. А эти две рамки ставятся по краям, а в середку дают ващину. Ващину не оттянутые. Молодых пчел даю в нуклеус столько, сколько нужно для трех рамок. То есть струсивают сюда молодых пчел. Сюда же даю плодную матку семьи. В нуклеусы размещаю по три в двухрамочном уле литками в одну сторону. Размещаю по три в двенадцати рамочном уле литками в одну сторону. Двенадцати рамочный на три это, по-видимому, четыре нуклеуса или три нуклеуса, по-видимому, приблизительно. Основным семьям, от которых отобраны матки, я даю печатные маточники. В нуклеусе пчелы в течение четырех-пяти дней отстраивают ващину обычно на половину высоты ячеек. Причем строят соты только пчелиные. И ващину не грызут, потому что он туда дал молодых маток. И медок есть, и матка есть. То есть все в норму. Матка за это же время успевает засеять их яйцами. То есть за четыре-пять дней матка засевает яйцами эту рамочку отстроенную. После этого я приношу рамку в основную семью, а взамен снова ставлю рамку с ващиной. Так в течение месяца каждый нуклеус успевает отстроить по пять-шесть рамок. Затем отстройку ващины в нуклеусах я прекращаю и даю возможность пчелам усилиться и запасти мед. То есть в течение месяца он так использует и отстраивает пять-шесть рамок. И поставляет их в основную семью. Итак, друзья, это так он называется способ правильной отстройки сотов. Если вас это устраивает, то можете попробовать. И это очень хороший способ тем, что он забирает старую матку, а основная семья на роение не идет. Туда дает он маточник. И таким образом семьи, которые имеют матки этого года, и здесь в Америке, в США, все коммерческие бизнеса, которые имеют до 1000 семей, они сменяют всех маток по весне. Им некогда возиться со старыми матками. Это дает им хороший положительный результат. То есть из 10 семей одна семья идет на роение. Если у них 1000 семей, то до 100 семей у них идет на роение, а 900 не роится. То есть остальные семьи, они практически из 900 семей, они всегда восстановят 100 семей. Для них это не проблема. То есть потери небольшие. Но если у вас все старые матки, то на роение пойдет из 10 семей 9 семей. Одна семья не пойдет на роение. То есть если у вас израится 900 семей в бизнесе, то вы будете иметь большую проблему. И ваша пасека не даст вам дохода. Поэтому имейте в виду смена маток на молодых ранее весной. И поэтому матки ранее весной идут в хорошей цене. И они востребованы всем. Поэтому советую разводить своих маток. Научиться разводить, чтобы не тратить средства. И естественно иметь удовольствие от хорошего дохода вашей любительской пасеки. Или бизнесной. Итак, друзья, еще интересная информация о проверке разных способов тихой смены матки. Это в журнале 1957 года номер 6. Решили на Орловской станции проверить эффективность двух способов, вызывающих тихую смену маток. А именно способ калечения и способ применяемый пчеловодами, состоящий в даче зрелого маточника без вылавливания старой матки. Эти способы мы сравнивали с другими приемами смены маток. И, друзья, хочу отметить одну интересную мысль. Все способы имеют разный подход. В смысле, один способ требует много работы, чтобы заменить матку, еще несколько раз проверить. А другой способ требует мало работы, что очень важно, если у вас бизнес или любительская пасека, чтобы вам как можно быстрее заменить матку. И как можно меньше времени затратить на работу с пчелами. То есть, таким образом вы можете увеличить пасеку и будете иметь успех. Поэтому вам нужно знать особенно лучший способ, самый лучший, который воспринимается пчелами и дает вам гарантию более максимальную, почти под 100%, чтобы вам заменить маток с минимальными затратами на всех ваших пасеках. На всех ваших пасеках, если кто-то имеет 1, 2, 3 тачка или во всех ваших ульях. Если вы имеете любительскую пасеку, естественно, чтобы вам иметь радость и удовольствие от работы с пчелами. Итак, друзья, прочитаю, какие способы они пробовали заменить. Первый способ. Матку удаляли и давали зрелый маточник. Вот такой они использовали способ. Второй способ. Матку отбирали и давали неплодную матку. Такой способ использовали. И матку не отбирали, а давали зрелый маточник, который помещали между стенкой улья и крайней рамкой в период роста пчелиных семей. Май и июнь. То есть, семьи имеют процесс развития до полной нормы, когда они идут на роение. Этот процесс развития называется период роста. То есть, семья усиленно растет, растет, растет. Потом она прекращает такой рост. И она тогда переходит на период собирания нектара. Или на период, если нет взятка, роения. Поэтому пчеловоды всегда в затруднительной ситуации как бы проскочить этот период роения и попасть сразу на взяток хороший. Чтобы семья не израилась. Матку не удаляли четвертый способ. А давали зрелый маточник в период медосбора июль-агуст. Это тоже, видите, имеет большую разницу, когда вы поставите маточник. Или поставите маточник в период, когда семья развивается. Или поставите маточник в период, когда июль-агуст, когда медосбор идет. Маток калечили, подрезали среднюю заднюю ножки. И наблюдали, когда семья сменит матку тихой смены. Маточников не давали, матку подрезали. Маток калечили и через некоторое время давали зрелый маточник. Тут не давали пчелам заложить свои маточники. Вернее, они могли заложить, но так как поставили зрелый маточник, матка быстрее выходит. И она уничтожала все остальные маточники. Значит, какие результаты, друзья? Давайте посмотрим результаты. Я не буду вас затруднять длительными процессами. Но, как я уже вначале сказал, чтобы это было очень мало времени затратить, сменить матку. И, как говорится, чтобы был наилучший результат. Матку удаляли и давали зрелый маточник. Тут такая у них табличка есть. Было 22 семьи. 17 семей сменили матку. Это 77,3%. То есть, с 22-17 сменили. Матку надо было найти. И тогда поставить туда зрелый маточник. Это процессор бочий. Но он сработал на 77,3%. Матку отбирали и давали неплодную матку. Всем известно, что неплодные матки хуже воспринимаются. Из 17 семей, 7 семей приняли неплодную матку. Это 41%. 41% это большая, так сказать, проблема. С остальными семьями придется возиться. Это намного хуже. Принятие неплодных маток намного хуже. Так что, пока предпочтение отдаем зрелым маточникам. Матку не отбирали. Отдавали зрелый маточник, который помещали между стенкой улей и крайней рамкой. В период роста пчелиных семей. Май и июнь. В этот период было 20 семей. Когда поставили туда маточники, они все разгрызли. Нет смысла менять матку. Если матка хорошая и она сеет, семья развивается, то пчелы в таких случаях все маточники разгрызли. И в итоге мы получили 0% замены. Ничего не получилось в период роста. То есть некоторые иногда смотрят мои видео и говорят, о, мы так сделали по твоему видео, подставили туда маточник и разрезли. Вы знаете период, когда это происходило. Если период роста, то семья не воспринимает маточник, если в семье есть матка. Дальше читаем. Матку не удаляли, а давали зрелый маточник в период медосбора июля. Практически та же самая ситуация. Но ситуация изменилась. Семья не развивается, семья носит мед. В таких случаях, просто подсунули на медовый корпус маточник или семью, то семья запросто восприняла из 52 семей 22 семьи сменили маток. Это значит 42%. Ну, 42%, а остальные половина, больше половины не сменили. Это работает. Если у вас любительская пасекает, годится этот вариант тоже. Но вам придется еще потрудиться и повозиться, перелопатить эти, так сказать, рамки, просмотреть эти семьи. Это, ну, плохо работает, так сказать. Но работают эти, эти все методы работают. Маток калечили, подрезали среднюю заднюю ножки и наблюдали, когда семья сменит матку тихой смены. Было 14 семей, из 14 семей 11 семей сменили маток. Это 78%, почти 80%. Итак, друзья, обратите внимание, что когда матку удаляли и давали зрелый маточник, то же самое 77,3%, а это 78%. Почти 80%, то есть, это если приблизительно у вас 10 семей, то из 10 семей 8 семей у вас свободно, так сказать, сделали маток тихой смены. А с двумя семей вам придется повозиться еще. Приблизительно такой расклад. Маток калечили через некоторое время, давали зрелый маточник. Это подгоняли под маток тихой смены, под последний вариант, где 78 было. И когда маток калечили, они сами выводили, это матки тихой смены, хорошие матки. Вот, это 80%. И когда маток калечили, их тоже заставляли семью войти в ситуацию тихой смены. И подсовывали им зрелый маточник. Как бы эта семья уже заложила сама, то в таком случае семьи из 18 семей, 17 семей приняли зрелый маточник. Итак, друзья, это почти 100% замена. Значит, друзья, обратите внимание, какие варианты из этих вариантов тихой смены подходят. Из этой тихой смены я не говорю, что я уже говорил, какие варианты есть. Вперед на видео. Я считаю, что у меня другой вариант подходит. Вот, чтобы маток не калечить, и можно поставить туда зрелый маточник, и семья принимает. И это когда, я уже говорил, поставить разделительную сетку. И в той семье создать условия, чтобы пчелы летали отдельно на леток. И там матку принимают запросто, как говорится. Итак, 94% это когда давали зрелый маточник. Матку, которую калечили. То есть, как мы видим, что матки тихой смены имеют преимущество в развитии любительских пасек. И даже, как говорится, если вы осматриваете ваши семьи хотя бы один раз по весне, вы обязаны заменить там матку на молодую, чтобы у вас был успех. Еще немножко прочитаю, что это дает, и буду заканчивать. В смену дачи зрелого маточника в период медосбора без вылавления старых маток следует признать наиболее интересной и самой перспективной. Обратите внимание, что, как я уже зачитывал, во время медосбора матку не требуется вылавливать. Это самый легкий способ заменить матку. Но он дает, как мы говорили, 42%. То есть, это очень хороший способ заменить матку. 42% и самое мало времени затрачивается. Во время медосбора даете зрелый маточник. Как я уже говорил, а если вы еще сделаете, как я говорил, разделение семьи пополам, и через сеточку, и дадите маточник туда, это уже гарантия, 100% произойдет как тихая смена. И там у вас матка сохранится, и там. То есть, вы таким способом, это более эффективный способ. Это что я предлагаю. Следует также отметить, что зрелость маточника имеет большое влияние на их прием. Наиболее зрелые маточники принимаются при этом лучше. То есть, маточник должен быть как за один день до выхода приблизительно, ну полтора дня до выхода матки. Такие маточники принимаются намного лучше. Принимаются все маточники, но эти маточники намного лучше. То есть, чем больше созретый маточник, тем лучше он принимается. В период роста пчельной семьи давать маточники для смены не следует, так как пчелы их не принимают. Такой вывод, как мы уже говорили. Дача зрелых маточников, по-видимому, способна переходу семьи в роевое состояние. Но это их предположение, это не всегда так состоит. По вопросу о количестве маточников, предлагаемым семьям, для смены мы поддерживаем мнение пчеловода Филатова, что если один маточник будет сгрызен, следует дать семье другой. Если второй будет сгрызен, то маточников этой семье не давать, а считать, что старая матка семью удовлетворяет, поэтому ее можно оставлять в зиму. Ну вот такое есть предположение, особенно для пчеловодов-любителей, которые сохраняют своих старых маток, которые могут и второй, и третий год сеять еще хорошо. Но есть опасность, что такая семья может пойти на роение. Только лишь такая опасность. А если семья из неройливых, то такую матку можно оставлять. Вот. И читаем дальше. Данный прием смены маток следует широко применять в период медосбора. Еще раз подвечаю, что во время медосбора почти до половины можно поставить маточники. И это самый легкий и удобный метод. Поставить до половины семей у вас заменятся свежими матками. И самое мало затратите время. Тут описывается, причем нужно использовать серовые маточники от лучших пчелиных семей. Ну естественно сейчас все искусственные маточники используются, чтобы семья были неройливые. Итак, друзья. Дальше тут написано так. Первый вышедший рой на пасеке должен служить сигналом для начала применения этого способа. Для проверки, будет ли сменена матка, следует ко второму году жизни метить маток под резкой крыл. В то время их не красили. В это время, если у вас есть возможность их красить, то вы будете знать, какого года матка покрашенная, свежая, не свежая. Если свежая, то на ней сразу видно, краски нету. В ее потом подкрасите, когда начнет класть яйца. А если она покрашенная осталась, то вы будете знать, что это матка старая. Итак, успехов вам! Подписывайтесь, ставьте лайки, а мы будем стараться вам еще выдать весьма-весьма интересную информацию. До встречи! Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok